Армяне. Пашинян пытается свалить ответственность на других. Шаги армянского правительства по предотвращению коронавируса были как минимум запоздавшими, а из-за задержки не бывает желаемых результатов. Об этом на пресс-конференции заявил член правления партии Адекват Константин Тернаколян. В то же время не предпринимаются какие-либо жизненно важные шаги, которые являются императивом дня. Даже в этой ситуации правительство Никола Пашиняна приняло стратегию манипулирования, конечной целью которой является не смягчение экономических последствий вируса, а перекидывание ответственности на другие. Сказал Тернаколян, отметив, что все идет в форме дешевых постановок и сценариев и не даются важнейшие регулировки. По его словам, объявление чрезвычайного положения в стране было важнейшей регулировкой, которую необходимо было отдать. Но другой вопрос, что это нужно было сделать не 16 марта, а как минимум 1 марта, когда в Армении был зарегистрирован первый случай заражения. Когда еще не было ни одного случая, Николу Пашиняну и Арсену Тарасяну говорили, что ситуация содержит большие риски. «Приезжающих в Армению нужно держать в жестком карантинном режиме. Они же начали пафосно объяснять, что речь идет о наших гражданах и не следует этого делать. Фактически так можно было поступить, притом со всей республикой», — сказал он. Касаясь социальных последствий ситуации, Константин Тернаколян отметил, что когда людям запрещают работать, физиологические потребности человека не уменьшаются от этого. Поэтому нужно предложить оптимальные решения. Вместо этого мы видим, что когда эта проблема начинает озвучиваться, Никол Пашинян говорит, что в Армении нет людей, работающих с ежедневной оплатой. Никол Пашинян также пришел к власти с тезисом, что штрафы и пени за просрочку по невыплаченным кредитам должны быть сведены к нулю. А сейчас этот вопрос даже не обсуждается, — сказал он. Привет, друзья! Хочу пригласить вас на свой авторский канал АЗ20%. Жду вашей поддержки в виде лайков и подписки. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Друзья, когда мы вместе, мы сила. И мы обязательно победим! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok